На особом контроле правительство России выделило 10 миллиардов рублей на борьбу с безработицей. Кадры для нефтянки и специалистов для работы на месторождениях региона поручено подготовить Нинецкому профессиональному училищу. Трудовые проблемы более 58 миллионов рублей задолжали предприятия округа своим работникам. С главными новостями дня в студии Ирина Цепетова. Дмитрий Медведев утвердил программу действий по поддержке экономики на 2016 год. Часть программ, как известно, предусматривает поддержку рынка труда. Безработица остается у правительства на особом контроле. Не один десяток миллиардов рублей в плане заложен на борьбу с безработицей. Из федерального бюджета на субсидии региона предполагается выделить 3 миллиарда рублей, напомнил председатель правительства. Еще 7 миллиардов зарезервировано на тот случай, если на местах потребуется дополнительное средство. На федеральную помощь могут рассчитывать моногорода, где вопросы трудоустройства всегда острее. В силу специфики здесь необходимо сосредоточиться на создании новых рабочих мест, подчеркнул Дмитрий Медведев. В правительственном плане прописано 7 миллиардов рублей для моногородов. Средства предусмотрены под софинансирование объектов инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционных проектов. Также в отдельных моногородах кабинет министров готов рассмотреть варианты создания территории опережающего развития. Помощь регионам кабинет министров оказывает в ряде случаев именно на условиях, что региональные бюджеты тоже будут участвовать своими средствами в соответствующих программах. Дмитрий Медведев тут был вынужден напомнить губернаторам, что проблемы занятости населения общие. Глава региона Игорь Кошин поручил контролировать рынок труда в ежедневном режиме. Трудоустройство местного населения должно быть задачей номер один для целого ряда профильных заместителей. Олегу Белокуру, руководителю Департамента природных ресурсов, экологии и АПК, поручено отвечать за увеличение числа вакансий от недропользователей и их подрядчиков. Сегодня в Центр занятости населения уже поступила информация о 87 свободных рабочих местах по 34 специальностям. Большая часть, почти 80%, уже зарегистрирована. То есть фактически безработные регионы уже могут занимать вакансии, предложенные нефтяниками и их подрядчиками. Среди них оператор по добыче нефти и газа, по сбору газа 4-го разряда, оператор технологических установок, оператор по исследованию скважин 5-го разряда, оператор обезвоживающей и обессоливающей жидкости и многие другие. По словам губернатора округа, главная задача сегодня – выбрать все вакансии, предложенные нефтяниками и их подрядчиками. У нас есть определенные кадровые проблемы, и мы должны в первую очередь решать за счет жителей округа, особенно учитывая ту ситуацию на рынке труда. Вот, Инна Алексеевна, вы продолжаете прямо в ежедневном режиме контролировать рынок труда, только малейшее отклонение сразу мне докладываете. Хорошо? В сторону напряженности. Кроме того, глава региона поручил своему профильному заместителю Галине Медведевой наладить процесс подготовки востребованных рабочих специалистов, имеющих практические навыки. В частности, речь идет о получении лицензии для подготовки специалистов, необходимых региону, в том числе, которые сегодня востребованы в нефтяной отрасли. Пусть получают лицензию, переформатируются и готовят востребованные специальности. На сегодняшний день там 80 с чем-то вакансий появилось. Значит, это просьба, Олег Анатольевич, докладывайте, сколько занято непосредственно жителями округа, да, по факту. И по этим вакансиям, Галина Бориславовна, делайте уже срез и готовим, исходя из этих. Потому что я не думаю, что будет большое отклонение. Задача по подготовке и переподготовке кадров, соответствующих вакансиям нефтяников, уже поставлена перед Ненинским профессиональным училищем. По словам директора НПУ Юрия Жданова, такая работа может вестись на базе структурного подразделения училища, многофункционального центра прикладных квалификаций. И главной лицензии на подготовку специалистов для нефтянки у учреждения есть. В прошлом году профессиональное училище уже выпустило специалистов по бурению нефтяных скважин. Большая часть выпускников трудоустроилась под специальности. В начале 2017-го НПУ выпустит ещё 15 человек специалистов для нефтянки. Отвечая на вот этот вот как бы запрос, который пришёл от рынка труда и в частности от нефтяников, мы можем подготовить операторов по добыче нефти и газа, операторов по ремонту нефтяных скважин. Но есть ряд таких профессий и квалификаций, которые, конечно, нам будет сложнее подготовить, потому что, допустим, операторы по обезвоживанию, обесцеливанию установки, оператор по исследованию скважин, это нам сложнее подготовить. Вот по этим профессиям нам сложнее, конечно, подготовить специалистов. И главная причина состоит в том, что у нас нет мастеров, которые могли бы преподавать и которые могли бы обучать. Выход из ситуации Юрий Жданов видит в привлечении специалистов, которые работают или работали в нефтяной отрасли. Да и сейчас могут поделиться своим опытом с безработными округа. Кроме того, в ближайшее время НПУ получит лицензии на подготовку кадров по специальностям мастер ЖКХ и мастер дорожно-транспортной техники. И те, и другие также могут быть востребованы на месторождениях округа. По состоянию на 1 марта в центре занятости НАУ зарегистрировано 621 безработный. Количество предлагаемых учреждениями и предприятиями вакансий – 291. Коэффициент напряженности на рынке труда составляет 3 человека на вакансию. Ирина Цепетова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Более 58 миллионов рублей задолжали предприятия округа своим работникам. Задолженность по заработной плате имеют 4 организации, причем одна из них не рассчитывалась со своими сотрудниками с 2014 года. О причинах и сроках погашения положенных выплат руководители предприятиям доложили на Межведомственной комиссии по легализации трудовых отношений. Наибольшую задолженность по заработной плате перед работниками имеет акционерное общество Наринмар «Сейсморазведка» – более 49 миллионов рублей. 747 человек до начала марта не получали положенного вознаграждения за труд. 2 марта организация с работниками рассчиталась. Однако вскоре задолженность возникнет вновь. Все дело в особенностях договоров с заказчиками. На сегодняшний день договорные отношения с заказчиками поставлены таким образом, и нам их, к сожалению, не изменить, что они платят по прошествии 60 дней по выполнению работы. Так компания сдала объекты в конце января и феврале, а деньги получит только в конце марта и апреля. Авансов заказчики также не выплачивают. Отсюда и систематическая задолженность перед сотрудниками. Первый заместитель прокурора округа напомнил, за это руководитель компании несет административную и уголовную ответственности. В связи с своими нарушениями в 2015 году руководители уже названных организаций, где однократно привлекались к политичным вопросам ответственности, и в 2015 году, благодаря принятым мерам, удалось погасить заработную плату указанной организацией на сумму более 300 миллионов. Второе по сумме задолженности предприятия «Наринмарстрой». 218 сотрудников не получили за 2016 год заработную плату на сумму около 4,5 миллионов рублей. Также организации полагается выплатить 2 миллиона 800 тысяч выходных пособий. Представитель компании объяснил это задержкой выплат от заказчиков. Так, строители в декабре сдали работы по дому в посёлке Искателей. Однако положенных 4 миллионов от «Строй универсала» всё ещё не получили. На сегодняшний день, насколько я осведомлён, у «Строй универсала» нет этих денег. Хотя от «Заполярного района» он их получил. В связи с этим мы не можем получить нашу дебютовку. Дополнительно мы ждём оплаты со стороны «Наринмарстрой инвеста» порядка 2 миллионов рублей. Я надеюсь, что они будут на этой неделе. Часть задолженности погасит уже на этой неделе. В общей сложности акционерному обществу задолжали более 30 миллионов рублей. С некоторыми заказчиками «Наринмарстрой» ведёт судебное разбирательство. Ближайшая сдача объекта, по которому ожидается оплата, запланирована на май. Найти средства на выплату зарплаты стройпредприятие может путём продажи своих квартир. Но на сегодня судебные приставы наложили запрет на все объекты собственности компании. Причиной стали коммерческие и налоговые долги на общую сумму более 80 миллионов рублей. Замкнутый круг попробуют разомкнуть переговорами Федеральной службы судебных приставов с прокуратурой округа. Результаты будут известны 20 марта на следующем заседании комиссии по легализации трудовых отношений. Валентина Чибичик, Антон Водряков, Телеканал «Север». Жители Ненецкого округа, которые относятся к определенным категориям граждан, будут летать по межмуниципальным маршрутам с 50-процентной скидкой. Такая возможность появится благодаря выделению субсидий авиаперевозчику. По данным Департамента строительства ЖКХ, энергетики и транспорта НАУ, в 2015 году на местных воздушных линиях Наринмарским объединенным авиаотрядом было перевезено более 23 тысяч пассажиров. Из них около 9,5 тысяч человек по специальному тарифу. В текущем году окружным бюджетом предусмотрено выделение субсидий в размере 203 миллионов рублей. Данная мера позволяет перевозить пассажиров по регулируемым и специальным тарифам, которые значительно ниже коммерческой стоимости авиабилетов. К примеру, вместо 20 тысяч рублей за билет до Каратайки, а такова реальная себестоимость перевозки одного пассажира, житель округа платит порядка 8 тысяч рублей. При этом специальные тарифы на межмуниципальных маршрутах установлены на территории Ненецкого округа для отдельных категорий граждан. К ним относятся молодежь до 23 лет, женщины старше 50 и мужчины старше 55 лет. Они пользуются 50-процентной скидкой при приобретении авиабилета. С учетом субсидирования из окружного бюджета и применения спецтарифа, стоимость билета для льготных категорий граждан, к примеру, до той же Каратайки, снижается в 5 раз и составляет всего 4 тысячи рублей. Ученые предлагают искать залежи нефти и газа с воздуха. Летные испытания будут проходить с оптико-электронным устройством с лазерным сенсором. Принятие закона в прямом эфире телеканал «Север» будет транслировать сессию собраний депутатов Ненецкого округа. Севергазнефтепром и Севергеология готовы сотрудничать с администрацией НАУ в области социально-экономического развития региона. На заседании администрации Ненецкого округа одобрены проекты соглашения о социально-экономическом сотрудничестве. Документы содержат условия партнерства в области развития ресурсного потенциала добычи углеводородов, природоохранной деятельности, развития инвестиционных проектов, социально-экономического развития, информатизации, здравоохранения и безопасности. Компания «Севергазнефтепром» и «Севергеология» зарегистрированы в Ненецком округе и в совокупности владеют четырьмя лицензиями на правопользование недрами, расположенными на территории региона. Но к добыче углеводородов пока не приступили. Кроме того, на заседании были одобрены проекты дополнительных соглашений с компаниями, согласно которым до конца 2016 года организации перечислят в окружной бюджет финансовые средства на поддержку и развитие социально значимых проектов. Новые месторождения углеводородов НАУ можно искать с помощью лазерного сенсора. Такое ноу-хау предлагают ученые из Всероссийского научно-исследовательского георазведочного института. Инновационная разработка заключается в проведении летных испытаний над разрабатываемыми месторождениями и на перспективных площадях на территории округа. По мнению представителей научно-исследовательского института, данная система аэропоиска углеводородов будет востребована недропользователями Ненецкого округа. Встречу с представителями института провел глава Департамента природных ресурсов, экологии и АПК Олег Белак. Комплекс «Лидар» представляет собой оптико-электронное устройство с лазерным сенсором, предназначенное для оперативного дистанционного выявления локальных концентраций углеводородных газов над залежами нефти и газа. Стороны договорились провести натурные испытания лазерного комплекса на территории НАУ после согласования с нефтегазодобывающими компаниями. Вице-губернатор НАУ Олег Белак предложил привлечь для проведения опытно-поисково-съемочных работ ресурсы Наринмарского объединенного авиаотряда. От представителей Венегри последовало и еще одно предложение. Предлагает разработать инвестиционный план перспективных нефтегазоносных районов. Пока у нас это, скажем так, в таком рабочем варианте. Думаем провести встречу здесь с нашими компаниями-нидропользователями. Это именно как инвестиционный на те участки, которые не распределены. То есть они готовят бизнес-модели, они готовят модели геологических структур. То есть это такая вот совместная работа. Данный план включает разработку атласа месторождений и перспективных локальных объектов на участках нераспределенного фонда недр округа, подготовку экспертных заключений по вопросам эффективности проведения геологоразведки в регионе, создание полигона для инновационных технологий в области топливно-энергетического комплекса. Телеканал «Север» в прямом эфире будет транслировать сессию собраний депутатов Неницкого округа. Прямая видеотрансляция сессии будет организована впервые. Кроме того, за процессом обсуждения и принятия законов округа жители региона смогут наблюдать в режиме реального времени на сайтах телеканала «Север» и собраний депутатов НАУ. Начало трансляции в 10 часов утра. В повестку вошли 24 вопроса. Ряд проектов носит социально значимый характер. В частности, парламентарии примут решение по вопросам использования усыновителями средств единовременного денежного пособия на образование усыновленных детей, а также установление льготных условий оплаты взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов для жителей высокого возраста. В повестку ближайшей сессии внесен вопрос о внедрении эффективных контрактов для работников государственных учреждений НАУ. В ходе заседания окружные депутаты рассмотрят инициативы своих коллег из других регионов, которые предлагают на федеральном уровне закрепить порядок осуществления контроля за использованием жилья, предоставляемого детям-сиротам, а также снизить возраст, по достижении которого граждане России имеют право на приобретение определенного вида охотничьего огнестрельного оружия. В тушении лесных пожаров на территории региона будут задействованы силы Республики Коми и Наринмарского авиаотряда. В Ненецком округе идет подготовка к весенне-летнему сезону, чреватому наводнениями и пожарами. О принятых мерах говорили на заседании комиссии округа по предупреждению и ликвидации ЧАЭС и обеспечению пожарной безопасности. Администрация Заполярного района в первую очередь ведет работу с оленеводами и охотниками. Люди, проживающие в тундре, зачастую первыми узнают о пожарах, а потому должны знать, как поступать в случае горения торфа или леса. Вторая угроза летних пожаров исходит от брошенных строений в поселениях. Сегодня пока непонятно, каким образом мы можем заставить хозяев проводить те первичные пожарные и противопожарные меры. Да, опять же, представители надзорных органов МЧС в частной депутатии не могут, без соответствующих оснований, я так понимаю. На территории города профилактика пожаров включает обход дворов, консультации с управляющими компаниями, распространение памяток для населения. Обязательные встречи пожарных проходят со школьниками на летних детских площадках. За прошедший 2015 год было на территории у нас отработано 17 детских площадок с общим количеством детей, 620 человек и обслуживающим персоналом 907 человек. Профилактическая работа ведется и с предприятиями. Ежегодно их проверяют на наличие потенциально опасных объектов. По итогам проверок, при выявлении каких-то замечаний, нарушений, у нас ведется административная практика, выдаются предписания на устранение замечаний на предприятиях. Ну и также в плановом рабочем порядке, вне проверочных мероприятий, ведется консультативная работа, то есть предприятия обращаются, где-то изменения законодательства вступают в силу. Что касается противопаводковых мероприятий, активная подготовка к ним начнется после 4 апреля. Тогда станут известны даты ледохода на реке Печора. Валентина Чибичев, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». В Ленинском округе разрабатывают критерии для отмины занятий в детских садах, школах и профессиональных учебных заведениях. Сотрудники Департамента образования представили проект документа на заседании комиссии по предупреждению ликвидации ЧАЭС и обеспечению пожарной безопасности. В настоящее время департамент использует критерии, разработанные администрацией Наринмара. С приходом образовательных учреждений введение округа необходимо разработать региональный документ. В профессиональных учебных заведениях планируется отменять занятия от 40 градусов и ниже. Также при определении критериев учитывался ветер. С увеличением скорости на 1 метр в секунду к имеющейся температуре прибавляется 2 градуса. При постоянной скорости ветра 15 метров в секунду, независимо от температуры воздуха, уроки отменяются для учащихся с 1 по 8 класс. Если скорость ветра превысила отметку в 20 метров в секунду, занятия отменяются во всех учебных заведениях округа.